Еще в колледже у меня была подруга, которая уехала на лето в Италию изучать историю искусств. Итак, Лиз была родом со Среднего Запада, никогда не была за пределами США, и поехала в Италию, потому что получила полную стипендию. Думаете, она сосредоточилась только на учебе? На самом деле, не совсем. Дело в том, что она вернулась влюбленной не только в страну, но и в итальянцев. Она постоянно твердила о том, что итальянцы одеваются лучше всех мужчин, которых она когда-либо видела. И как знаток классического мужского стиля, я вынужден согласиться с ее оценкой. На самом деле, стиль одежды итальянцев очень отличается от стиля одежды англичан, французов и, конечно, американцев. И что отличает этих ребят, так это их умение стильно одеваться в жаркую погоду. Первый урок – научитесь носить повседневный спортивный пиджак. Я говорю сейчас не обязательно про белый пиджак. Для некоторых из вас это может быть слишком резкий переход, поэтому начните с серого пиджака или светло-коричневого. Мне особенно нравится в этих цветах то, что вы можете носить как более нарядные варианты, так и более повседневные. Пиджаки, как это хорошо известно итальянцам, отлично формируют линию плеч. Они сразу же дают обладателям фору перед другими. Пиджаки выделяют вас из толпы. Носите эти пиджаки с джинсами, с брюками-чиносами, с льенными брюками, и вы будете выглядеть лучше, чем большинство парней. Вот секрет ношения пиджака. Во-первых, убедитесь, что пиджак сделан из подходящего материала. Этот пиджак сделан из льна, эта ткань хорошо дышит. Кроме того, давайте поговорим о пиджаках без подкладки. У этих пиджаков подкладка частичная, они состоят из тонкого слоя льна, он невероятно воздухопроницаем. У этого пиджака есть часть подкладки сверху, благодаря чему его очень легко накидывать на плечи. Пошитые таким образом пиджаки на самом деле очень легкие, и они просто созданы для лета, они невероятно дышащие. При выборе летнего пиджака не забудьте обратить внимание на цвет. В общем и целом, светлые тона – это то, что нам нужно. Светлые тона отражают больше света. Более темные цвета поглощают свет, поэтому в них вам будет более жарко. Может быть, цвет пиджака в моих руках для вас кажется слишком светлым? Тогда ищите варианты серого или зеленого цвета. Есть разные варианты более светлых тонов. Пастельное, например. Примерьте пиджак, посмотрите, как он на вас будет смотреться. Пиджаки выравнивают форму плеч и делают силуэт более стройным. Следующий лайфхак – ощущайте комфорт от самого себя, от своей одежды. Серьезно, как только вы находите подходящий предмет одежды, попрактикуйтесь в его ношении. Когда вы смотрите на стильного итальянца, будьте уверены, что он не в первый раз надел этот наряд. Скорее всего, он уже привык носить этот наряд или какие-то его комбинации и вариации. Он уже знает, что ему идет, знает, как это носить, и надевает этот наряд не в первый раз. Вам нужно иметь возможность носить одежду, которая удобна, которая вызывает чувство комфорта, и в которой вы хорошо выглядите. А теперь давайте поговорим о ярких цветах. Я только что надел рубашку розового цвета. Я мог бы добавить еще красок с нагрудным платком. Проблема в том, что большинство американцев боятся ярких цветов. То есть, сколько парней вы знаете, которые по какой-то причине считают розовый цвет женским? Но если вы разбираетесь в истории, розовый на самом деле был долгое время цветом молодых мужчин и отлично сочетается с более темным тоном кожи. Такое сочетание выглядит круто. На самом деле мы находимся в плену предрассудков. Поверьте мне, девушкам плевать. Если цвет вам идет, вы будете получать кучу комплиментов, и этот цвет будет выделять вас из толпы. Так что не бойтесь добавить цвета. Если не в рубашке, то в аксессуаре или в брюках. Брюки тоже большинство мужчин боятся носить яркими. Но я видел крутые примеры с красными штанами, может быть, синим блейзером или синим поло. Когда вы привлекаете внимание к брюкам, и они вам идут, вы выделяетесь из толпы. Идем дальше, одевайтесь с умом, но делайте вид, что вы не задумывались над образом. Итальянцы называют это спрецатура. Слово, кажется, ввел в обиход Макеавелли. Она встречается в его государе. Итак, представьте утку, плывущую по воде. Нам не видно лишь ее лапки, которыми она барахтает под водой. Будь они на виду, это бы испортило весь имидж. Итальянцы понимают это. Глядя на итальянцев, у вас возникает ощущение, что они не старались одеваться. Однако, на самом деле, они приложили усилия, чтобы так выглядеть. Даже если образ выглядит очень небрежно, все его элементы тщательно продуманы. Вот почему ваша одежда должна сидеть по фигуре, подходить вам, и она должна сочетаться с другими вещами. Мне нравится подход взаимозаменяемого гардероба, когда можно сочетать предметы одежды, даже не глядя на них. При покупке вещей вы должны знать, что они идеально подойдут к другим вещам из вашего гардероба. Следующий секрет стиля, ребята, разберитесь в своей обуви. Мы, американцы, зациклены на кроссовках. Может, у кого-то есть сандалии. Но давайте поговорим о лоферах. В этом итальянцы по-настоящему разбираются, и вы можете начать с простых вариантов. Мне нравится в лоферах то, что у них есть короткая связка спереди. Она вот тут, спереди туфли, и они удивительно крутые. Они сделаны из очень легкой, мягкой кожи. Она невероятно удобна и комфортна. Поверьте мне, я ходил по Нью-Йорку в такой обуви. Это невероятно удобно. С ними наряд выигрывает. Господа, есть еще кое-что. Возьмите туфли того же стиля, но измените материал. Вот тут у меня зеленая замша. Вы можете носить их с парой серых легких шерстяных брюк, с легкой белой рубашкой. При этом эта обувь будет выделяться. Но что, если на улице будет просто невероятно жарко? Вам понадобится что-то более прохладное. Ребята, поищите перфорированные кожаные туфли. Мне нравится в них то, что воздух буквально входит и выходит через маленькие отверстия. Они просто невероятно дышащие. И опять же, они более стильные, чем просто беговые кроссовки. Если хотите что-то необычное, не бойтесь носить лоферы с кисточками. И невозможно забыть легендарный лофер Хорсбит от дизайнера Гуччи. Кроме того, летом вы захотите, скорее всего, пользоваться более легкими ароматами. Под этим мы подразумеваем ароматы не тяжелые и не подавляющие. Ничего чрезмерного, если только вы не собираетесь в клуб. Поищите какой-нибудь аромат, где будет больше водных нот. Это может быть не слишком сильный аромат. Может быть парфюм с цитрусовыми нотами в шлейфе. Когда бы вы его не носили, он должен вас освежать. При этом пудровые ароматы, ароматы с цветочными нотами, такие ароматы тоже отлично работают. Мой совет – просто подберите себе парфюм, который будет подходящим для лета. Я считаю, что для парней, которые хотят разобраться в теме, есть множество вариантов. При этом у многих летних ароматов есть недостаток, который заключается в том, что они не так долго держатся на вас, в сравнении с более тяжелыми зимними ароматами. Но не стоит об этом беспокоиться, потому что, когда вы наносите этот аромат в летнюю жару, когда вы потеете, он все равно будет достаточно долго держаться. И если вы хотите пахнуть парфюмом дольше, просто нанесите его повторно. Так, а как там насчет шортов? Не поймите меня неправильно, я люблю шорты. Когда здесь, в Висконсине, температура достигает 35 градусов, все ходят в шортах, и белые ноги вас буквально ослепляют. А если серьезно, то шортами вообще немного переигрывают, потому что большинство мужчин в жаркую погоду не выбирают тропические шерстяные легкие брюки или же брюки-чиносы. Их можно подобрать в разных вариантах. Дело в том, что шорты как бы снижают градус стиля любого образа. И в этом нет ничего плохого, если ситуация этого требует. Если вы собираетесь на пляж или просто хотите прогуляться по городу, а на улице очень жарко, то такой выбор одежды совершенно нормален. Но я бы выбрал более стильные шорты или же тропические шерстяные брюки. Словом, то, что выглядело бы стильно и со вкусом. Ребята, вам стоит посмотреть мое видео, посвященное шортам. В нем я подробно рассказываю, как их носить. Я обращаю ваше внимание на длину, вникаю во множество деталей, как носить шорты и выглядеть при этом отлично. Все ответы в видео рядом со мной. Кликайте по видео, смотрите его, и многое вас удивит. Отличное видео. Рекомендую.